Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, как вы знаете, опухоли сарком и костей, мягкие ткани, достаточно редкие, нозологии, не более 1% от всех опухолей у взрослых. Лечение таких опухолей должно быть мультимодальным, с обязательным хирургическим вмешательством и включением химиотерапии, лучевой терапии модифицирующих агентов. По рекомендации ESMA и NCCN лучевая терапия для лечения опухоли костей применяется реже, чем сарком и мягкие ткани, тем не менее она может применяться как в самостоятельном режиме, так и в основном в послеоперационном. В самостоятельном режиме при невозможности выполнения радикального хирургического лечения в объеме колещей операции, даже в объеме колещей и противопоказаниях по сопутствующим заболеваниям или отказа от хирургического лечения больного. И послеоперационной при нерадикально выполненном ахирургическом вмешательстве проводится лучевая терапия по классической методике до 55 грей с последующим бустом 9-13 грей. Это при послеоперационной лучевой терапии, в частности для остеосаркомы. И в самостоятельном режиме до 70 грей. Интероперационная лучевая терапия рассматривается отдельно на консилиумах по показаниям выполнения сохранной операции только в условно-радикальном объеме или при неоперабельных процессах. Для саркомы Юинга костей послеоперационная лучевая терапия выполняется при неадекватной резекции и при низкой степени лечебного патоморфоза, более 10% живых опухолевых клеток. Проводится по классическому фракционированию до суммарной дозы 45 грей с последующим бустированием до суммарной дозы 60 грей при нерадикально выполненном оперативном вмешательстве. Интероперационная лучевая терапия в данной ситуации тоже обсуждается на консилиуме отдельно и может выполняться при больших трудностях выполнения сохранной операции в радикальном объеме. В самостоятельном режиме при саркоме Юинга выполняется лучевая терапия по той же методике при невозможности выполнения радикального хирургического лечения или отказа от хирургического лечения и противопоказания. Добавить сюда только хотелось бы, что желательно у детей не включать зоны роста костей, если в эти области нет распространения опухоли. На метастазы в кости проводится лучевая терапия. Наиболее частая методика в настоящее время предложена по 3 грей опять раз в неделю до суммарной дозы 30 грей с различными модифицирующими агентами, в частности лучевой терапией, что подтвердили последние данные мультицентрового исследования в Японии и Китае. Особое место занимает протонная терапия для лечения хардом и хондросарком при локализации в костях основания черепа позвоночника креса. Последние данные от 2017 года позволяют уже авторам говорить, что применение протонной терапии для опухоли хардом и хондросарком таких локализаций может уже будет входить как в стандартное лечение. И доза, естественно, до 74 грей и выше в опухоли. По рекомендациям ЭСМА и НСН для лечения сарком мягких тканей лучевая терапия применяется более активно. При стадии 2А она может применяться в послеоперационном периоде только при положительном крае резекции и при этом невозможности повторного хирургического вмешательства. Основные точки приложения лучевой терапии это все-таки стадия 2Б, 3 и 4 с единичными метастазами. Проводится как послеоперационная лучевая терапия, она исторически изначально основной называется всегда, и предоперационная лучевая терапия. Интероперационная лучевая терапия и брахиотерапия при саркомах мягких тканей применяется наиболее часто, более часто, чем при саркомах костей. Также обсуждается на консилиумах при неоперабельных процессах и при невозможности или отказе больного от проведения послеоперационной лучевой терапии. Послеоперационная лучевая терапия проводится по классическому фракционированию до 50 грей с последующим бустированием 10-16 грей при R0 резекции и 16-18 грей при нерадикальном вмешательстве. Хочется отметить особое внимание, акцентировать на то, что во время операции должны быть установлены обязательно клипсы не менее 4 по краям ложеудаленной опухоли. И начало послеоперационной лучевой терапии должно быть после укрепления послеоперационного рубца, но желательно не позднее 5 недель после операции. И предоперационная лучевая терапия, особое внимание хочется указать на противопоказания, это кистозный характер структуры опухоли с выраженным жидкостным компонентом, гнойно-некротические изменения в опухоли и кожи над опухолью, лучевая терапия в анамнезе на планируемую область облучения. В этих случаях проводится только послеоперационная лучевая терапия. Предоперационная лучевая терапия может проводиться по классическому фракционированию, наиболее часто по данным литературы это применяется до 50 грей. При Р1 применяется интероперационная лучевая терапия или послеоперационная лучевая терапия 16-18 грей, или брахиотерапия тоже 14-16 грей. Возможно применение методик гипофракционирования предоперационной лучевой терапии или ускоренного фракционирования. Операция желательно выполнять через 5-7 недель после лучевой терапии. Причем объем облучения при саркомах G3 должен быть больше, чем при саркомах G2. И представляем наш следовательский протокол в нашем центре. Набрано две группы. Предоперационная термохимия лучевая и химия лучевая терапия. Поле химиотерапии в зависимости от морфологической формы опухоли. Три адювантных, три неадювантных курса. Лучевая терапия по методике ускоренного фракционирования до изоэффективной дозы 42 грей. Шесть сеансов гипертермии. Операция через три недели после операции. Критерии включения-включения примерно такие же, как показания-противопоказания для предоперационной лучевой терапии. Наши данные уже по данному протоколу. И в заключение хочется отметить, что проведение лучевой терапии по единым протоколам позволит оценить эффективность применения лучевой терапии в комбинированном лечении саркома опорно-двигательного аппарата. А проведение протокола с применением предоперационного комбинированного лечения с использованием схем химиотерапии в зависимости от морфологической формы опухоли на базе нескольких или всех центров восточноевропейской группы позволит проанализировать результаты эффективности комбинированного лечения как в целом для сарком мягких тканей, так и для отдельных нозологических форм опухоли, что достаточно было бы интересно. Спасибо. Спасибо.